Всем привет! Меня зовут Владимир, вы на моем канале, и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Продолжаем изучать автокультуру Старой Америки. Сегодня мы поговорим о легендарной трассе для бунтарей на колесах всех мастей, преодолевшей путь от звания первой полноценной автомагистрали США до символа американской дорожной культуры, обладающей культовым статусом – шоссе Route 66 или же Highway 66, также известная как шоссе Уилла Роджерса. Трасса 66, соединившая в первой половине 20 века к удобству автолюбителей и множеству отдельных дорог, была одной из первых пронумерованных автомагистралей США. Джон Стейнбек в своем знаменитом романе «Гроздья гнева» называл трассу 66 «Матерью дорог», по которой в 1930-х годах люди двигались в поисках работы, пытаясь спастись от разрушительных пыльных бурь. Федеральная трасса 66 – это путь беглецов и путешественников. Одно время на заре становления трассу 66 называли Highway Уилла Роджерса. Уилла Роджерс был одним из известнейших комедийных актеров 20-х и 30-х годов. Так уж вышло, что история его жизни и карьеры была связана именно с теми штатами, через которые проходила трасса 66, особенно с Оклахомой, где Роджерс родился, а также с Калифорнией и Техасом, где он работал. История этой знаменитой трассы неразрывно связана с энергично развивающимся автопромом США, в начало которому положил Генри Форд. Чем больше автомобилей, тем выше потребность в строительстве дорог, которые соединили бы между собой города и штаты. В начале 20-го века путь, по которому позже будет проходить шоссе 66, состоял из трех автодорог «Автотрейлз», «Путь Одинокой Звезды», «Старая Национальная Трасса» и «Трасса Озерка». Все эти дорожные системы были разрознены и не имели твердого покрытия, пока в 1916 году Конгресс не рассмотрел первые законопроекты о создании сети национальных автодорог. Система основных межштатных магистралей, 12 нечетных, обычно идущих с севера на юг, и 10 четных, как правило идущих с востока на запад, была изложена в предложении подготовленном Американской Ассоциацией Государственных Дорожных Служащих в ноябре 1925 года. Маршрут из Чикаго в Лос-Анджелес был обозначен как US Highway 60, различные штаты выдвинули возражения против такого обозначения. Например, представители штата Кентукки возражали против того, что дорожный план полностью исключал их штат, и что исходя из расположения других предложенных дорог с востока на запад, шоссе под номером 60 логично должно было проходить через Кентукки. Впоследствии первоначальный маршрут 60 был изменен сначала на 62, а затем на 66 в окончательном варианте плана, утвержденном 11 ноября 1926 года. В следующем году на трассе были установлены первые дорожные знаки. Шоссе начиналось с Чикаго, штат Иллинойс, и проходило через Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Аризона, а заканчивалось в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Хотя система пронумерованных маршрутов была федеральным изобретением, фактически строительство дорог было оставлено на усмотрение отдельных штатов. Строительными работами руководил Сайрус Эйвери. Именно он разрабатывал маршрут, будучи членом Федерального совета, назначенным для создания Федеральной системы автомобильных дорог. Поэтому именно его часто называют отцом трассы 66. Руд 66, частично проложенная по ранее существующим автомобильным трассам, строилась фрагментами. Полностью маршрут был заасфальтирован только после 1938 года. Первоначальный маршрут имел общую протяженность 2448 миль, это 3940 километров. Однако с течением времени участки маршрута сокращались. Устранение объезда через Санта-Фе в 1937 году сократило маршрут более чем на 100 миль, 160 километров. С той же целью шоссе Руд 66 было перенаправлено вокруг большинства крупных городов, чтобы избежать более медленного городского движения. Трафик на этой трассе увеличивался, а потребность в еде, топливе, ремонте и жилье изменила экономику городов, через которые проходил этот маршрут. Развитие сетей фастфуда, автостоянок, придорожной рекламы – все это в значительной степени влияние трассы 66. Время шло. Постепенно все возрастающее интенсивное движение и более строгие требования к безопасности движения, равные как и улучшающиеся методы строительства более современных автомагистралей, привели к тому, что в США стала появляться система более новых современных автомобильных дорог. Когда в 1956 году президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал новый федеральный закон, несколько участков шоссе 66 были заменены более новыми широкими и безопасными дорогами. К 1977 году маршрут исчез с карты штата Иллинойс, а в октябре 1984 года пропал и в Аризоне. Окончательный маршрут 66 был выведен из эксплуатации 27 июня 1985 года. Однако люди не желали забывать старую добрую дорогу. В 1987 году в Аризоне была создана ассоциация шоссе 66, затем подобная организация появилась в Миссуре, а вскоре к ним присоединились остальные штаты, по территории которых некогда проходил легендарный маршрут. Поклонники Старой Америки стараются сохранить знаковые объекты трассы 66, привлекая путешественников со всего мира. Трасса 66 навеки осталась в американской поп-культуре. Песни «Get Your Kicks on Route 66» Бобби Троупа стала золотым рокенролльным стандартом и неоднократно исполнялась знаменитыми музыкантами, например, Чаком Быри и Роллинг Стоунс. С 1960 по 1964 год на экраны США выходил одноименный сериал о путешествии двух друзей по трассе 66 на Chevrolet Corvette первого поколения. Ну и конечно нельзя не упомянуть пиксаровский мультфильм «Тачки», где часть сюжета посвящена изменению быта придорожного городка Радиатор Спрингс, ставшему никому не нужным и совершенно заброшенным после закрытия трассы 66. В наши дни Route 66 существует лишь фрагментами, но даже в этих заброшенных остатках легендарной Матери Дорог есть своё очарование. А на сегодня всё. Всем сила, V8! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова